В Ставрополье сегодня прошло заседание суда по делу Магомеда Алиева, 21-летнего студента, выходца из Республики Дагестан. Он подозреваем по делу о пособничестве терроризму. Ставропольские правоохранительные службы задержали его в Москве, когда он приехал к своей старшей сестре. Спустя несколько дней во время допроса ему проткнули ручкой глаз и повредили мозг. В СИН заявило, что это он сам себе воткнул ручку в глаз. Адвокат Алиева сегодня сообщил суду, что состояние подзащитного крайне тяжелое, сезачем просил освободить его из-под ареста. Петр Рузавин. Об этом страшном деле дели Алиева. Вот здесь стоял этот мужчина. Стоял и смотрел на нас, как мы переходим дорогу. Мы перешли дорогу, вышли на тротуар и подходили ближе к стоматологии. Ноябрь-декабрь каждого года силовые ведомства закрывают отчетность за год. Начинается охота на ведьм. Он на нас так смотрел, снимал наушники, начал к нам подходить. Я думала, может, он сейчас что-то скажет. А он молчит и начал бить брата. Правой рукой размахнулся, потом второй удар пошел. Я, конечно, не поняла, что происходит. Я обернулась, смотрю, он его обхватил, начал как-то скручивать. Они сдвинулись с места и упали вот здесь. Основные фигуранты таких дел студенты. Статья, которым вменяется номер 205, часть 1, пособничество терроризму. Я смотрю, сзади меня подбегают люди, поднимают этого мужчину. Я думаю, ну, кто-то решил помочь нам. А оказалось, они его поднимают и брата скручивают. Я говорю, вы что делаете? Как раз за это время подошел ко мне мужчина, взял меня вот так за локоть и говорит, спокойно, полиция. Я говорю, вы что делаете? Что происходит вообще? Спокойно, полиция у меня опять грубо. Говорит, вы сейчас проедете со мной, с нами, то есть с нашим сотрудником. Магомед Алиев, 21 год, студент 5-го курса Ставропольского государственного медицинского университета стоматологического факультета. Национальность Даргинец выходит из Дагестана. Вот, например, дело заведено было там в Ставропольском крае. Человека, вместо того, чтобы, ну, как предполагает, например, уголовно-процессуальный кодекс, разыскивать, каким-то образом оповещать о том, что он, скажем, подозреваемый, что он должен, например, явиться на какие-то следственные действия. Его просто вот таким жестким образом берут и увозят, да. Наверное, я считаю, что здесь, как бы, ну, наверное, ощущение какое-то, я бы не позволю сказать так, не подконтрольности, безнаказанности просто. Люди делали свое дело, они посчитали, что это уже возможно. 21-го числа его задержали рано утром. 21-го числа его допросили в качестве подозреваемого в Москве. Он показаний никакие не давал. 22-го его перевезли в город Ставрополь, где избрали меру пресечения. Адвокат не заметил на нем никаких телесных повреждений, хотя, в принципе, они уже были, поскольку 25-го я была у него в изоляторе. И очевидно было даже для неспециалиста, что это гематома достаточно длительного периода. 26-е ноября Магомед Алиев попадает в Ставропольскую больницу. У него протан глаз шариковой ручкой на допросе. Поврежден мозг. Три дня спустя УФСИН Ставропольского края заявило, что он воткнул ручку себе сам. Алиев в коме, но был прикован наручниками к кровати. Он все еще тогда считался подозреваемым по делу о пособничестве террористам. Использование таких продолговатых предметов через орбиту глаза, проникновения в голову, оно чрезвычайно болезненно, но может происходить без последствий. То есть сейчас, например, у него даже до сих пор функционирует глаз. Он, по сути, спасен. Это жутко болезненно, но может происходить без каких-то серьезных последствий. Оправиться после этого можно где-то через двое суток. Я предполагаю, что в какой-то момент что-то пошло не так. И это привело к тому, что случилось. Что ручку почему-то протолкнули дальше до мозга. И в результате Магомед оказался вот в таком состоянии. Только в декабре наручники в больнице Салиевой сняли, не предъявив никаких обвинений. При этом некоторые его друзья, задержанные ранее, уже подписали признательные показания о создании подпольной террористической ячейки с целью совершения преступлений. Ковальские власти всегда декларируют, что следят за жизнью молодежи из республики, когда они уезжают за ее пределы, например, учиться. В прошедшие выходные с московскими студентами-отличниками встречался глава Дагестана Рамазан Абдулатипов. Говорил он в целом правильные вещи, что вести себя за пределами Дагестана нужно уважительно, что образование ключ к успеху и что республика всем обязательно поможет. Поговорить с ним после выступления на тему Магомеда Леева возможности не представилось. Молчат об этом деле и депутаты Госдумы из Дагестана. Надеемся, что рано или поздно они заметят это дело. Вообще Магомед, он очень спокойный, веселый. Любит читать книги, не любит сидеть в соцсетях, его там и нет даже. Очень сильно любит маму. Давно ей подарок сделал. Купил самый последний айфон. Все, что там у него было, планшет, все еще что-то, он продал, чтобы купить на день рождения именно айфон. История развивается. На нее обратили внимание правозащитники, тот же комитет против пыток. Впрочем, сам Алиев, даже если выйдет из больницы, как говорят врачи, вряд ли когда-нибудь восстановится полностью. Мозг поврежден. Сейчас у него обнаружили менингит. До этого долгое время держалась температура 40. Продолжение следует...